всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно enter и у вас на обзоре правильно играть на данной карте как два взрослых мужика тупят на новой карте который проходил проходил он у нас в октябре с 14 по 21 это был варкап 191 по счету прислал очень много демок cpm и очень мало выкутрили но и мы с энтрами и вроде как как выяснилось и не играли оба эту карту толком но давай 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 в общем-то мы появляемся в таком коробке можно сегодня почему правильно ну в общем-то дают нам один рокет дают много-много хейст и 99 дают много брони и много хп очень-то старт триггер у нас доставки не получается где-то вот так вот на тяну да ну по уровню головы так понимаю да вот будем пока сэйвить этот посмотрим что есть там никуда не забраться так внизу у нас нифига я и только сейчас заметил потому и много не знаю так дают 50 дают один патрон рокета не знаю пока вот не отобрали проверять так там джемпад там дают плазму так же не давай сразу заберем плазму заберем еще рокет дают еще два патрона руки так тут у нас джемпад не обувь ничто он туда можно так там еще бы фигадать лежит да еще бы фиги тут немного дают а ну один патрон получается дали а так бы дали сколько а ты можешь убиться добежать и посмотреть а джемпад кидают нас кстати сразу до кидая туда можно ставить 5 в офиге окей все равно заберем значит свой рокет заберем плазму и пойдем посмотрим на второй джемпад так еще джемпад высокий текстуры украдены наверно с этого у 3d в 6 из оригинальной кваки ну даже тут нам дают еще мегу дают плазму и видим мы телепорт и видим мы что в принципе используя рокет и плазму можно забраться вот там тут ну сразу как бы не такими так пошел отсчет 5 4 3 2 1 красный но это и только видимо играющий видит при выходе из телепорта потом 5 секунд плазмы получать сам далее 5 секунд бы фиги у нас остался battle suit у нас осталось есть ничего нет и теперь да ничего нет то есть по истечению 5 секунд каждого оружия мы должны куда-то видимо добраться в определенное место либо ну да наверно ты как можно быстрее наверно добираться попробуем стрейком думал куда-то берем тут у нас ничего сегодня окончается есть ну да в принципе предусмотрено что человек может затупить все потратить тут у нас джемпад а тут у нас еще один джемпад с той стороны тоже стыд джемпад тут много в принципе сразу видно что много можно много куда накидать ракет и думаю потому что там с ракетами сразу появляешься так а тут у нас все тут у нас гг ну ладно посмотрим так дают на 5 рокета отобрали все да вот этот собственный туннель в которой мы улетаем тут джемпад у нас стоят если мало ли мы не успели сразу наверх добраться принципе ну по текстурам все простенько выглядит симпатично тут у нас вода в которой я не рискну прыгать там скорее всего у нас скил может быть и тем порт тут мы перепрыгиваем тут ступеньки тоже перепрыгиваем и финиш да такое вот ну судя по всему можно если хорошо кинуть рокеты можно достаточно быстро если вот эту и выходе с телепорта да ты умеешь не может хватить по идее так нет не забрали а вот вот сейчас отобрали когда меняется оружие потому что там и нет видимо стыкнута которая отбирает и дает вот я не знаю это даст что-нибудь по времени мне кажется не особо ну что ты тут пока вверх пока вниз там ну а чё вот получается мне сколько секунд 31 было бы неплохо сушь надо было отправлять и поиграть но такая карта 2н покажи что-нибудь еще я и что он чуть-чуть поиграть видимо я опять накосячил дорожка или я вообще на вас не умеющий играть вот что здесь заметного и видно здесь один только рокет по-любому нужно начинать или слева или справа кому как удобнее я по моему нас попробовал сначала справа несколько раз вроде как привычнее на левую стенку неудобно переключаться не было вот здесь принципе в зоны удобно строить эти вот в эти вот полосочки дальше после подбора вот этого рокета мы ну как бы я делал гранд буст не знаю 1700 1800 где-то вот ну и здесь double jump я не знаю что быстрее по моим ощущениям наверно рокет но может здесь из хотя рампа одинаково может здесь и плазма можно взять но сроки там плюс в том что можно вот так вот наискосок лететь то есть ну да да с плазмы в общем там там еще до сейчас я доберусь очень страшно еще покажу хоть чуть-чуть как если то есть телепорт находится если он плазмой поднимается мы ударяемся у 10 головой и потом падаем вниз куда-то сюда еще идем до этого телепорта а если рокета мы можем вот так вот наискосок лететь и вот от потолка сразу упасть в этот телепорт то есть чуть-чуть экономится плюс рокета не чуть чуть сильнее плазмы сила поднялся сейчас у меня было по моим плюс сека и 16 но быстрее быстрее надо определён будет быстрее сразу рокета юзать здесь две дорожки либо справа это делать либо слева надо было читать завод проходить либо слева сроками то есть после выхода заворачиваем налево скидаем сюда потом сюда очень пытаемся как можно чаще здесь память и да на меня был чаще их спамять и забыл ну и потом где-то вот на вот этом месте где то есть вот у нас уже отбирают эти раки ракеты то есть последний ракет и зайца либо вот где то есть вот либо у меня вообще рандомно получалось то есть я не был 10 где то это же дело от пола либо честно не знаю где то здесь мне получалось либо поближе но в итоге получалось то что я приземлялся сюда наверно в общем в идеале мне кажется надо было вот либо от этой отстрелиться либо от вот этой как-то но по скорости или это не очень получается не по правил бы что ли одарился то есть я делал падал на выход от под 1 из него вот здесь сделал дабл джамп и в идеале у нас есть плазма мы делал дабл джамп и вот по-хорошему нужно вот так то есть мы здесь перед плазма поднимаемся и на бафугу переключается где-то в середине или почти в конце этого подъема и вот таким вот образом мы там вязаем бафугу почти до самого конца вот к сожалению здесь не очень удобный подъем плюс здесь можно головой дарится плюс здесь есть другие дорожки правда не знаю какие как здесь еще можно обретать или если там рокеты завязать в общем через верх здесь как-то пропрыгать в дымках я надеюсь мы увидимся разнообразие что там по таргетам но сейчас минуту основное то что вот здесь вот стоять и ждать три секунды пока дадут фигу чтобы подняться это невыгодно но туда завод и пожалуйста чтобы я тут показал быстренько там до финиша надо лететь далее здесь была очень большая проблема в том что после вылета с бафугой мы бьемся головой вот-вот либо сюда либо туда и проблема в том что очень часто после ему подарится вот так вот либо туда неприятно в общем основной проблема в том что очень малого горизонтальной скорости здесь надо было умудриться выстрелить бафугой вот прям вот здесь кончик вот как-то как-то в бок ну чтобы траекторисе тогда можно головой здесь я пару раз сыграл но в общем потом падаем вниз по-хорошему надо как-то делать не знаю либо но это там мамочки кстати не буду делать но мало того что вот здесь потолок не кривая если мы летим прямо то мы бьемся в него и падаем вниз поэтому нужно было заворачивать этим цел багом сложно и плюс вот ну или если у нас рано очень по-хорошему надо было бы вывязать до самого конца но это прям необычные и отбирали где-то вот здесь вот бывало то что вот там обуви это но все равно все медленно мне кажется я проходила его я думаю можно было так вот сейл багом сюда до финиша долететь и успеть до того как отберут но не знаю сколько это как нужно было извратиться с бафугой надо аккуратно очень стрелять чтобы именно эффективно а если отбирают где-то здесь но мы здесь успевали один раз выставить и потом тупо стрейф здесь там не знаю джамп здесь прыжок и в общем на финише нет здесь у нас кстати оружие больше не проходил вот сейчас чуть-чуть покажу радиант так экран приключится так он переключился до переключился как вы видите друзья сейчас найду где мы здесь появляемся да вот он старт триггер который здесь натянут который но начинает то есть он толстый такой то есть он чуть выше ступеньки и до самого верха дальше мы летим вперед вот она здесь бафуга лежит здесь нас джампад с этим не два джампада и основная была еще проблема в онлайн или в оффлайне то что не всегда бафуга в самом конце отбиралась если мы посмотрим на этот вот триггер то мы видим то что здесь очень-очень много всякой всякой фигни я и здесь еще чуть-чуть упростил для понимания здесь вот эти все триггеры были в одной куче все все я чуть-чуть раз потрошил то есть как мы видим от старта у нас вот этот например триггер он нам дает вайт 15 после чего кидает на и не черт не то что ли выбрал секундочку в 10 который нас кидает на не знаю на и нет 0 1 тоже то есть по идее через каждые определенный промежуток время у нас должно все отбираться и даваться что-то еще вот этим триггерами в общем из-за того что их такое огромное количество можно посчитать 1 2 3 4 5 6 умножить на 3 штуки умножить на 2 то есть это 6 на 3 18 на 2 20 36 до 36 плюс плюс здесь вот это вот еще штука намотана 37 38 39 с 8 40 айтемов завязано на один триггер облизи чек-поинт в общем из-за такого количества мне кажется один какой-то из триггеров не срабатывал и поэтому не всегда срабатывал триггер отбора бафаги вот ну допустим он сработал вошли в триггер триггера телепортирует сюда вот вниз здесь мы появляемся с таргет позишен таргет телепорта окей дальше мы летим вниз этот выход из телепорта вот если мы сюда выпадем дальше это хинты которые позволяют меньше карте лагать отрисовки вот здесь тоже телепорт который наверх ведет поднимаемся наверх здесь боков в принципе ничего нет здесь у нас плазма таргет как раз это у нас все такое таргет чекпоинт триггер мультипл то есть триггер у нас просто триггер который ничего не делает и вот это вот у нас таргет чекпоинт тоже который очень делает то есть я думал то что здесь надо как-то триггер полетать чтобы у нас не отобрали но самом деле просто из-за какого-то бага по входов телепорта телепорт в тот вот ну и дальше мы бежим 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 и вот он финиш от потолка до плода натянут вот и сейчас возвращаемся к нашему дифрагу в принципе у меня не просто пройду разок я медленно даже пройду нормально обслужил кажется нет у меня что нет а это же да да вот в общем здесь нужно урок это очень часто вязать их очень медленно вязал здесь наверно было где-то в 10 сроки потом прыгаем я по идее дался отсюда но по идее можно еще посильнее разогнаться пострелять и еще быстрее что-то сделать это что ли вот так и так и проходит ну то есть здесь есть проход у него можно влетать либо прямо как-то пролетать и даже не знаю может рокер наперед пустить но я думаю это хотя фиг знает в общем у нас здесь есть скорость мы переключиться у меня нет ни на горячих клавишах переходим к просмотру дамок кто чем да давайте посмотрим начнем традиционно свыку 3 есть демка после дедлайна есть демки с багом который который даже больше пяти секунд который даже в оффлайне работал с полностью правильными настройками и в онлайне он работал в общем это вообще звоночек во первых это звоночек самому преду мапперу то есть чтобы он ну как-то поаккуратнее это все мутил чтобы не было такого и звоночек когда 7x наверно чтобы смотреть что не так да 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 чтобы понять почему именно так вот багует в общем начнем с вкутри на выкутри у нас четыре демки и четвертое место демон орд 31 и 1 play сейчас наверно как всегда будет весело нет они сужен нормально слушай один хп остался да он твой мою йоди ману мог еще бы фиги на самом деле пострелять да ну в общем кстати ну да классно прошел и мне интересно что же то сделать кризли на 5 секунд быстрее ну ладно не до него смотрим третье место хэйз вообще красавчик занял топ-3 на соточку быстрее play ну дима нору я за старт пока отдаю этот приз за оригинальность классно сбоку также забрался с плазмы да немножко там не замуж так просчитывал он сбыв и боем сделал побыстрее возможно за счет этого и выиграть но в целом вот у дима нора первые две комнаты мне кажется очень быстро он вниз падал и возвращался долго может быть из-за этого но по времени я посмотрел специальную дима нора там 9 с чем-то было и ухай за тоже 9 ну там 9 и 5 что ли где-то у крутого так следующее кет быстрее на секунду с лишним доставить play 29 и 7 на 1 на 3 около того на рассмотрим посмотрим что он пакет покажет на пушках готовится к дфвц видимо не выпускают тоже интересную но и дима нора киспе тоже двоить в пол и плазма подчетчик мне кажется грезли там не ждал грезли да мне кажется что-то сделал во двое он стрейфил кстати классненько но он стрейфер ему как бы и не в тягости от рублю ну и топ-1 андет грезли из воронежа на 3 секунд на 3 и 7 быстрее даже ой ну давай гризли удиви нас может быть тебе перепадет из цель уроки по улице быстрее да быстрее твоих хороший хороший рогер очень-очень быстро прошел успел офигеть 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 в цепи можно сделать если вы кудри так но мне кажется надо было ее играть мне кажется на рамы и вообще это фигуна почти был до конца оставлять тем более она дается когда ты уже на полпути к да 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 там пофиг фигня остается по идее плюс там заворачивать можно в общем-то в общем мне кажется мы посмотрим не самые сильные демки цпм но тем не менее интересно и поздравляем тебя грязи стоп-1 классно вы кудри прошел да очень классно прошел но все равно и ты уж извини я дима нору оставлю за старт принципе единственный почему у хэйза так тоже было и у кето по макета мне у дима нору понравился то что он четко прям четко и да я залетал сроки там еще много дамок тыча ну нет призву для вы кудри только а смотри здесь у нас во-первых куча демок cpm а подожди есть демки они в отдельной папке которые с багом мы будем смотреть потом или сейчас просто есть демка после дедлайна в ку-3 винтера она два и пусть нет ну вначале основные посмотрим а потом тогда рx8 российской земли play целых минуту 34 что же он там делал целых дремяных чай заказывал интересный выбор кстати да не поднялся давай 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 а вот что он еще будет сделать стрейфить неудачно водопрыгать самое сложное и тут просто суть в том что еще надо заново 2x8 как как по гайдам давай ты же смотрел ты же смотрел гайды давай 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 братан а еще обратно свалился но стрейф пока не получается хотя в целом не знаю я бы отметил все равно что он неплохо прошел стрейф тут реально не слишком легкий если мы разговариваем об этом скилика таком уровне и быстрее на целую минуту минуту и три секунды новичок из россии новичковый россиянин ну давай старт сразу пободрее роки также оставлял полетел долго использовал ракета на может там реально 2x напрашивается кстати говоря тут побыстрее несколько секунд секунд секунды две-три точно да и если бы сроки там падал быстрее проходить видишь рокет стрелять стенку брата в общем на 4 секунды много было да да рокетов тебя там без лимит так что четыре секунды быстрее мульт россия я уже посмотрел там 25 секунд много таймов интересно что за рубеж такой что за руб так второй рокет не довернул нас плазмой не так вот прикольно старт начался до слушай достаточно четко прошло использовал в принципе преимущество цифра том что меняется оружие быстро и начал плазмить не ждал пока я даю но в целом очень классно прошел мне понравился рокет часть но не понравился второй рокет ну вообще 2 рокет по счету который на старте потому что он его не довернул получил вместо 1500 всего 1200 это очень большой минус следующий 27520 быстрее на 400 play из мира он у нас world from the world так рокет по батарее уже тысячи и стану тоже просрал часть чтобы быстрее падать вниз на мне кажется тут вот вот точно также очень сильно мешать я на самом деле вообще не понял где он выиграл потому что у мульта первая часть до последнего стрейфа было все классно по моему даже не знаю ну в общем то победил и ладно в целом это по углам от стрелы именно надо постараться получше немножко посмотреть чё как и поизучать я думаю надо кипиш челябинск play ой нет еще раз play до 26 и 3 быстрее на секунду и 200 кстати классно двоится почти ой немножко завтракал ну да ну да ну это такое уже там если стрейфа не хватает чувак не уверен он все равно не будет делать принципе вот ну кстати ну прошел хорошо мне понравилось но единственное мне кажется надо было перепроходить без этого зацепления в связи с те уголок до 25 было бы обошел боковича обошел бы мякова пузырь который сделал 25 и 7 побыстрее на 600 ровно причем на 600 и эфиопа я бы думаю погнал я думаю они будут и слышат озвучила да сейчас пол можно больше и вот сейчас еще лон столько у него не отобрали пафогу еще я не знаю как считать эту динку там ну видимо он и без потому что он на там 10 и у него не отобрали бафугу. И он проходил с рейфом. Как бы не юзая ее. А, ну он же не юзал ее. Получается, что легитимная по идее. Он мог бы как бы пострелять еще этой бафугой. Там несколько выстрелов сделать в стенки во всякие и быстрее пройти. Но он бы попал не в общий зачет тогда, я думаю. Ну, не знаю. В общем, ладно. На 80 быстрее. Эфиоп из Екатеринбурга плей. Посмотрим, как сделал Эфиоп. Сегодня, кстати, как раз днем. Пола. Почему от пола? От стенки быстрее. Может удобнее. От стенки не совсем еще. Но неплохой 2х поймал. Роклиджамп сделал. Ну, неплохо, кстати. Да-да-да. Залетел очень хорошо. Да, и скорость сохранил. На самом деле, на финише он на старте потерял, а на финише очень много выиграл. К слову, а Эфиопия просто с утра смотрел жмурки по телеку. Кто знает, он пойдет. В общем-то, быстрее. Еще на 50 форестахэ. Россия плей. Еще на 50. Пошел фреймодрочи среднего скила, я так понимаю. Тоже не прибегнул яму. Стрелял очень очень сильно. Падал долго. Время скилокер. У нас хоть скорость нормально накалит. Кстати, классный под себя шлем. И бфг классно. Нацепился, да. Ну, в целом, вот он. Ну, в целом, мне кажется, хорошо прошел. У Эфиопа пока в этом ключе, так скажем, самый быстрый финиш. Но у Ильи самый быстрый старт, я думаю, пока что. Ну, там под себяшки уроки-то были, ну, к месту, я думаю, все равно. Так, следующий. Нермар, да? Угу. 25,5 плей. Быстрее. Нидерландов, да. Быстрее на 100. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть на 80. Он очень взял, да, перелетал через яму. О, неплохо, неплохо, кстати, да? Опять долго падал. Выкинул под себя. Надо было как-нибудь попробовать, наверное. Да, да. Зря ждал. Не зацепился тут. Но, тем не менее, прошел. Из-за того, что ждал, я думаю, он прошел не так быстро, как мог бы. Можно было с плазмой подниматься, начать уже. Потом, когда бы дали бафугу, то ее и взять. Хотел бы так. Следующий. Роди. 24,9. Что-то у меня не так быстро получилось пройти. Ну что ж, давай смотреть, плей. На 600 быстрее. Думаю, он опять не слишком то есть постарался. Сейчас сразу видно будет, постарался он или нет. и мог с плазмой раньше начать стрелять. Ну, понятно, в общем, вроде. Ну, финиш, да, побыстрее, но старт так себе, по-моему, для Роди. А старт так себе, потому что, в первую очередь, Альмера сделана больше, чем на секунду, на 1,2 быстрее. Прикольно. Давай, смотрите, play. Давай. Call me Альмера. Опять, что-то про меня напишет и трубку не возьмет. Опять. Ну, рамку, да, не плохо. Что с темой? Цемляшка. Неплохая плазма. Тоже не ждала, что, в принципе, вкус. И, 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 ой. Ну, нормально, слушай, нормальный финиш. В целом, намного быстрее, чем Роди, но оно и видно на целую секунду. Следующий, да, здесь я не знаю, что, по-моему, рассказать, быстро пройдено, неплохо. Ну, да, хорошо пройдено. Так держать. Торнин, 23,6 play. Обогнал ее чуть-чуть, на буквально соточку. перелетал яму, делал хорошего с двух ракет, он попадал в ТП, опять долго падал. Очень не все медленно падает. Он даблжамп не сделал, ты еще джамп отвязал, вот эти. Ну, он залетел на финише прям сразу, без даблджампа без даблджампа, без даблджампа, но мне, не знаю, мне, после уроки, он джампаде очень много потерял, а он, конечно, немножко сохранил. Он просто не сделал даблджамп, он мог сделать даблджамп, перезаписать демку, ничего же, сверхъестественно, не получилось такого, что прям не перезаписать. Тем более, Торнер, мы знаем, что он играет хорошо, я не знаю, почему он послал такую демку, может, карта не очень нравилась, не знаю. Следующий, Хейс, быстрее на секунды 3, 22,3 play. Посмотрим. Давай, Хейс, удивим. Хейс набирает обороты, кстати, это очень даже мне нравится. Хороший угол на плазму, кстати, тоже падал. Хорошая плазма. Начал плазмить, потом не очень красиво, но ой, буст на буты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Хейс, Хейс, красавчик, вы же ты красавчик. Вот эти последние два бусты, они офигенные. Вообще класс. Середина из-за того, что он бился головой и падал вниз опять, он, ну и плюс, не через верхнюю дырку проходил. Ну, может, мне кажется, ему опыта немножко еще не хватает, выравнивать им вот эти вот элементы, как бы, где вот дважкой ударить сам, но все равно с опытом ты как-то делаешь это более все так четенько. Ну, в общем, приз за оригинальность, я думаю, я ему пока за финиш, а дам, да, да, если никто не повторит, да и, если никто лучше, просто не сделает красивее, собственно, при сути Ахо и застанется. Кайрос, быстрее на 400, с меркурия он у нас свалился, значит, классный маппер, кстати, очень любит делать такие загадочные карты, таких, не знаю, ни разу не видел, кстати, как он играет. Старт очень бесский, медленный балл, но я как-то, икс, ну, вот он здесь, очень быстро, очень быстро. Да, в конце концов он столько бафаги завязал, прям во все стены в зал, так, в принципе, и надо, так, не знаю, как можно еще быстрее сделать. Ну, бафагул, он, он видишь, он непутевый ее кидал, в этом его проблема, по идее, то есть он с тем видит, стреляет и потом следующую. два бафагуста, это быстрее, чем вот это вот, или? Мне кажется, да, это будет чуть-чуть. Ты, во-первых, с бустами, ты траекторию более прямую делаешь, ну, в принципе, чем вот так по стенам, просто по всем собирать, а с вас по скорости, можно сказать, то же самое, ну, по сути, так что вот, ну, смотрим, S, какой-то S, это ZQN, походу, да, на 50 быстрее, S, да, ZQN, Bust? Нет, ZQN, зачем? Ну, вот за этим, ну, кстати, быстро получается, 6,4 чек, в телепорте, примерно, здесь у нас побыстрее в целом все, как-то он, ну, кстати, ну, вот, пожалуйста, BFG, тоже быстрая, BFG четенькая, да, но на плазме затупил, конечно, затуп, очень жесткий на плазме, мне кажется, если бы он его подровнял, если бы он сразу вылетел в эту трубу, он бы занял, мне кажется, топ-1, может быть, потому что он очень много там потерял, 25, я думаю, было бы, так, ну, ладно, следующий, you, Dmitriy, Россия, урай, 21, 8, play, быстрее на 2 фрейма, посмотрим, что сделал, Dmitriy, но Dmitriy тоже играет хорошо, очень хороший, первый урок, сразу, да, классно, быстрее, очень быстро, быстрее, по-моему, на полсеке, первый чек у него, по сравнению с ним, да, джаб сделал, зарезал, и, да, не заверялся, и задом так, забрался, я не посмотрел, Альмера писал, чей-нибудь в консоли, нет, 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 не писал, жаль, ладно, соскучился, нет, мало ли, можно пропустить, с прошлого обзора, много времени прошло, и Альмера, пиши нам чаще, Альмера, в общем, если бы он тоже не воткнулся, он очень плазмой стрелял вверх, там можно было чуть-чуть подравить траекторию, по-моему, взглядам, и плазмой вылететь прям в трубу, сразу не цепляя головой, ничем, да, да, очень классно, немножко косякнул, может быть, просто у него не получалось, изначально, и он всегда вот так начинал делать, то есть, ну, может, но в любом, но в любом случае, если ты видишь, тем более у Дмитрия, очень руки, так скажем, прямые, очень быстро на обороты набирают, если ты видишь, что можно это сделать, ну, можно, ты же знаешь, что можно, делай, не надо пытаться, ну, не надо старым роутом играть, если ты знаешь новый, как бы, ну, вот такая тема, ну, ладно, вот так, следующий, Unity Meal, Беларусь, Play, быстрее на 300 миллисекунд, тоже, наверное, будет очень хорошее, быстрое прохождение, тут они все плотные такие, вот он взял отверстия, вот он 2000, интересный, вот, здесь вот, обычная концовка неплохо получилась, еще заскимил стену, он мог бы фугой выстрелить в потолок, чтобы побыстрее лететь вперед, и там как-нибудь бусты поделать, не знаю, было бы быстрее, вот, ну, и я не знаю, насколько быстро то, что он бился головой, падал вниз, и потом начинал плазмить с пола, вот, все-таки мне кажется, если даблджампить, и уже иметь вертикальную скорость, и облетая в ту дырочку, иметь плазму, это будет быстрее, вот, ну, 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 поздравляем с топ-3, в принципе, переходим в топ-2, ну, зорн, 20-30, быстрее, на 200 даже, сейчас посмотрим, ух ты, заложат, 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 заложат. ну быстро кстати быстро но на бафе мне кажется можно быстрее и и и но этот момент с плазмой то же самое по идее все те же самые ошибки но не ошибки ну не тот road да и ну и ну и топ-2 да в принципе поздравляем тебя зон это вряд ли посмотришь но француз там банджу бансвар там все дела давай обошел буквально на 2 фрейма вроде залетел раздабл-жамп в общем как я говорил road все хорошо мне кажется немножко начало него медленнее можно было там сделать на 300-500 если хорошо запустить хорошо там дабл-жамп сделать плюс можно было нормально пострелять сразу после выхода из тп стенки он там один выстрел потом ждал пока мне приземлиться но не знаю сколько это выгодно там вроде имеется скорость можно было там сразу три ракеты выпустить подряд в общем если совместить частично с зорном с дорожкой зорна как она пройдена было бы намного в общем круче класснее быстрее теперь давайте смотреть демки есть во первых авто дедлайн давай ее сначала посмотрим от винтера за 29 5 готов до play это демка которая прислана после дедлайна поэтому она не шла в результате лицо просто посмотрим как что он начал наперед здесь правильный проходить если посмотреть на винтер то есть и пиниш да так что ты хотел а кто-то говорил что грязи не будет играть вот она играет ну он же и говорил что не будет но на компетенция прислал вот ну а следующие демки с бфг больше чем 5 секунд ну давай 21 2 там даже есть от овчаркина а как она определила то что причем один в один она прям столько же 21 2 7 2 и бригада 21 2 7 2 нормально нормально ну давай посмотри начнем с новичка к 20 до у него есть демка за за 31 и 9 а вот эта демка где бфг не успели отобрать у него за 27 0 но все равно вы смотрите play и быстрее на 4 секунды на это спины да то есть долго падал на ракетами здесь стенку не получился как другой стенки начать даже сохранил вот следующий демка нермара низерланд не знаю где это play это нидерланды нидерланды голланды устанусь это можно сделать 24 7 это же не отобрали у него ничего рожи следующая демка роде 23 один уроди 20 он обычная демка у него где он же подожди а 24 9 а вот эта демка у него за 23 для быстрее почти на 2 секунды плей дабл джамп с плазмой дал долго падал 2 плазминки 1 единичка долго горела я не знаю что там случилось то что она горела и кстати у меня тоже отобразился видничка горела ладно альмера 23 и 0 нее здесь было на на 20 на 07 быстрее сейчас посмотрим амера play не финиш и осталось в общем вот такая демка и овчаркин 20 и 2 2 посмотрим play такая же дем как топ-1 должна быть очень-очень быстрая и но все нормально спотыкался в общем я не знаю сколько считаются такие демки с этим багом вот но можно было быстрее если бы он проходил как как бригант то есть с этим влетом в дырочку и сбываю наперед может быть у него начало офигенное у этого у овчаркина вот ну что ж вот мы посмотрели демки и сейчас я переключаюсь на браузер браузере мы что мы видим как раз вот эти результаты которые у нас есть здесь вы можете посмотреть скачать все демки посмотреть вот они все здесь находятся которым сейчас посмотрели вот и в общем вы можете почитать новости которые здесь есть к сожалению варкапов больше не будет 2018 году поэтому собственно обзоров тоже не будет обещаемся записать настройку конфига в ближайшее время ну я думаю все закончил с плохими новостями а теперь хорошая новость да сейчас у нас скоро намечается такой классный компетишен который называется dfc в общем это defrag world cup чемпионат мира который будет тоже там каждой неделе проходить карта будет 678 не знаю сколько будут решать организаторы в общем кстати вот в этом новости можно почитать в общем ждем ваших я не знаю демок смотрите обзоры ставьте лайки всем всего хорошего всем удачи всем желаю победить на dfc всем всем пока